Всем привет! Доброе субботнее утро! Мы вернулись в Париж, привычный режим. И давно не было влогов из Парижа, давайте вот так вот немножко сегодня с вами погуляем. Никаких особенно планов нет, но совсем недавно выходило видео о том, что вас бесят. И многие говорили, что Париж очень грязный, поэтому я обещала вам провести такое небольшое расследование. Вот сегодня мы как раз будем в центре, и не в центре, и в метро, и все по чесноку. Как есть, покажу, посмотрим с вами вместе, грязный Париж или нет. Погнали, даже немножко страшно, вдруг и правда грязный. Сейчас мы находимся недалеко от Эль-де-Виль, от Мэрии, то есть это самый-самый центр. Пока все довольно чисто. Кристально-белые скатерти. У-у-у, какая красота! Обожаю вот этот уголок. Здесь всегда очень тихо, приятно. Ну, конечно, потом здесь все заполнится народом. Сейчас где-то 11 часов утра, но скоро здесь будет очень много народа. Вот, я нашла первый мусор. Это билетик метро. Скоро их не будет. Будем надеяться, что и валяться они будут так же меньше на полу. Но в целом пока довольно чисто. В общем, сегодня будет Париж, парижане. Такая спокойная осенняя суббота, я надеюсь. Так что да, посмотрите сами, насколько грязно. И я с вами вместе тоже. Бонусом к нашей прогулке. Были еще комментарии про то, что Париж превратился в стройку. Ну, это не совсем так, но действительно довольно много вот таких вот заборчиков, за которыми происходит какая-нибудь стройка, реновация и так далее. У-у-у, первые каштаны. Все, осень наступила. Ну, а мы тем временем дошли до Отель-де-Виль, до здания мэрии. Вот оно. Сейчас будем проверять обстановку. О, это один из моих любимых маленьких садиков. По-моему, я вам его уже показывала. Тут такой секретный вход. Прямо рядом с Отель-де-Виль. Тут всегда очень так спокойно. Мне кажется, я вам показывала, но мало ли. Давайте еще раз покажу. Повторение мать учения. Здесь есть разные животные. Вот тут петушки какие-то, зайчики, кролики. Ну, и просто здесь очень приятно сидеть. Здесь всегда цветут розы круглый год. Есть разные сорта роз. И зимние, видимо, и летние. И вот можно посидеть на скамеечках. Соответственно, очень приятно. Вот вы говорили про бездомных. Да, бездомных много. Ну что, площадь Отель-де-Виль. И вот пошел первый мусор. Пожалуйста, бутылка. Видимо, кто-то промахнулся. Но так, в принципе, на площади довольно чисто. Я вообще не вижу, чтобы валялся какой-то мусор. Мне кажется, какой-то, возможно, такой банальный, туристический. Иногда бывает. Но в целом, в целом довольно чисто. Дошли до Ривали. Вот здесь какие-то бумажки доваляются. Опять же, в принципе, в целом довольно чисто. Зашли с вами в один из таких пафосных магазинов, типа галереи Lafayette. Только это BHV. На самом деле все просто и банально. Мне нужны конверсы. Но я их не могу нигде найти. А если я заказываю онлайн, обычно я не попадаю в размер именно с конверсами. Они у них, смотря от страны, где они отшиты, почему-то разного размера. Сейчас мы немного на таких задних, скажем так, улицах. И, блин, здесь тоже довольно чисто. Вот это вот, кстати, вода. А от того, что мыли улицы. Потому что дождя у нас давненько не было. Ой, какой интересный велосипед. Складной, видимо. Двигаемся на левый берег. И пока идем по мосту. Как раз переходим на Иль Доля Ситая, на остров Ситая. Вот, кстати, контейнер для мусора. Сейчас мы поехали. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот так по джунглу Игры Престолов спускаемся в метро. У меня сейчас стоит. Немного о ветре в метро. А потом вы удивляетесь, что у парижанок прическа такая. Вроде я упала, сеновала, тормозила, чем попала. Все потому, что здесь ветер везде. Я уже вам показывала эту станцию СИТЭ в одном из выпусков метронома, кажется. Она такая очень стимпанковая, я бы сказала. Пока довольно чисто, но мы же метро. Сами понимаете, метро в Париже не самое стерильное место. И да, и запахи здесь тоже не самые приятные. Ну, здесь, кстати, в принципе, довольно чисто. Проблемы возникают, когда сюда заходят бездомные люди. И также, к сожалению, мусор бывает часто является из-за того, что эти же самые бездомные просто подходят к мусорным контейнерам. и, ну, роутся, у них что-то ищут, и иногда бывает просто выбрасывают все оттуда. Поэтому... А вот. Ну, а так... Смотрите, так. Довольно чисто и, кстати, не воняет. Вот, кайф. Все уже. Осень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а мы практически дошли до Люксембурского сада, взяли свои любимые галеты. Я вам показывала это место. Это недалеко от Люксембурского сада. Здесь очень классный, такой харизматичный дядечка. А, наверное, владелец. Когда уже вроде бы и осень, но еще вроде бы и лето. Смотрите, здесь такие тропические джунгли. Тут начинает репетировать оркестр, который здесь все время собирается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ап, нашли башенку. И моя любимая часть Люксембурского сада это вот эти парусники, которые уже больше ста лет. здесь детишки каждые выходные, хотя, может быть, в будние дни, запускают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, вот эти вот стулья, которые здесь везде стоят зеленые, их нельзя подставлять прямо вот к этим прудам. Не знаю, почему. Видимо, что не мешает детишкам бегать вокруг пруда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иконики для детей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А здесь целый питанг-клуб. Специальная площадка, и все играют в питанг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот, кстати, то самое белое покрытие, белый песочек, который есть во всех парках, и который тоже кому-то не нравился. Но вот он, правда, видите? Потом весь остается на ногах. И даже в воздухе немного такая взвесь этого песка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тем временем мы уже подбираемся обратно, к старому такому кварталу, и стало очень жарко, но по-прежнему не грязно. На самом деле, я не знаю. Еще, возможно, завтра, ну, у вас в этом же видео, мы попытаемся сходить в центр Парижа, прям в самый-самый центр, на Шан-Зелизе, где гуляют просто толпы народу. Посмотрим, как обстоит дело там. Но, в общем, пока такое под резюме. Пока все чисто. Кажется, я нашла немного мусора. Это мы подходим к Нотр-Даму. Здесь все еще все закрыто. Вон там, видите, все перекрыто. Так что туда все еще пока не попасть. Пока не отреставрируют, наверное. Плюс недавно были опять сообщения насчет того, что может все-таки что-то там опять, да, брушится. Потому что разрушение здания продолжается, к сожалению. И еще обнаружили свинец. Вот здесь вокруг Нотр-Дама, соответственно, в воздухе, на поверхности, там на земле, везде обнаружили свинец. Поэтому пытаются как-то тоже решить эту проблему. Но вы понимаете, огромная свинцовая крыша сгорела. Поэтому расплавилась. Такая прелесть. What? I know, работает. Кстати, туристов особо меньше не становится. Погода хорошая, выходные. И в центре, как всегда, много народу. Пожалуй, мое любимое время это завтрак, выходной день. Идеально. И щегол. Я уже читаю недели две, наверное. Но вот только чуть больше половины прочитала. Но это просто восторг, восторг, восторг. Очень нравится. Кстати, на завтрак у меня сегодня инжир, потому что сезон. Козий сыр, потому что люблю. И домашний банановый хлеб. Привет! Сегодня уже буквально следующий день. И мы приехали опять в центр. И вот сейчас к Триумфальной арке. И сейчас прогуляемся по Елисейским полям. Сегодня у нас вообще жара. Я сегодня надела не джинсы, наконец, а платье. Раз никогда я надеваю платье и каблуки. Вот сегодня как раз такой случай. Продолжаем гулять. И Елисейские поля, конечно же, нас встречают с толп пищей народу, как всегда. Маленький лайфхак для тех, кто хочет купить сувениры. Вот на Шан-Зелизе в таких лучше не покупать, потому что, ну, просто все вот эти вот безделушки там намного дороже, чем, например, в тех же сувенирных на Мон-Матре. Обещала вам смотреть на грязь, но пока нет. Учитывая, что это Елисейские поля, здесь всегда проходит толпа народу каждый день. Довольно чистенько. На Елисейских полях открыли новый магазин Apple, и он очень классный внутри. Давайте попробуем зайти внутрь, если удастся поснимать. Ребенок спросила, почему мы идем в церковь. Мерси. Давайте посмотрим, что здесь. Ну, здесь просто, соответственно, айконы, то есть ничего интересного. Тут то же самое. Если что, это не реклама, было бы клево, если бы меня спонсировал Apple. Apple, я жду. Еще здесь вот такой вот внутренний дворик. Ух ты, с огромным экраном. Какой красивый двор. Это просто рабочее место мечты. Знаете, что здесь классно? Это вот это. Квартира. Как фотозоны. Потрясный камин. Красота, конечно. А еще я вас хотела привезти на шандалезе сегодня, потому что здесь есть еще один прикольный магазин. На самом деле, это просто супермаркет Менопри, который я, кстати, нежно люблю, но вот что здесь есть. Это то, что называется Bank Vault, то есть это настоящая банковская дверь. Представляете, вот такая вот абсолютно серьезная. И та, которая существовала здесь до этого, ее решили не убирать. И вот теперь в магазине есть такой вот артефакт. По-моему, очень круто. Можно видеть, сколько действительно здесь было систем защиты. Просто посмотрите. И это, конечно же, прошлое, если не позапрошлый век. Сейчас муж попробует подвинуть эту дверь. Нам сказали, что здесь был Citibank в Нью-Йорке и что в 30-е годы поставили, как раз до Великой Депрессии привезли эту же дверь прямо из Нью-Йорка, то есть, как сказать, отдельными кусочками. И, в общем, потом ее здесь поставили. Но банк после этого уехал отсюда, потому что случился черный четверг. Соответственно, все лопнуло. Банк закрылся, но дверь оставили. Вот такая вот история. И, кстати, самый прикол в том, что мы сейчас с вами пойдем в галерию Lafayette, куда я хотела тоже зайти, потому что мне там нужно кое-что купить. Но, в общем, вот этой стенкой находится за это же зеркало. Я думаю, вам видно. Там находится как раз Lafayette, но им дверь не досталась. А вот и Lafayette. Тут Бэтмен. 80 лет Бэтмену. Бэтмобиль. Кто хочет фоточку с Бэтменом. И, конечно, Джокер. Новый Джокер, кстати, выглядит... По-моему, здесь образ Хита Леджера, но, мне кажется, новый будет вообще просто потрясный. По-моему, у меня какая-то дома... Какая же из этих у меня дома есть? По-моему, с фигами. Да, вот такая. Обожаю. Вот оно. То, зачем я сюда шла. Кровавый пилинг, как его называют. Не вижу. А, вот он. Вот это идеальная штука. Вот это тоже. И мне еще нужен снецинамидом. Вот он. Ну, вот, пожалуйста, да. На Елисейских полях могут валяться разные объекты. Хотя... В принципе, это пока все. Мы зашли поесть в Вапиано. Вот так называется. Это такая сеть итальянских или псевдо-итальянских ресторанов. Но здесь очень классная паста, пицца. И концепт, в общем, такой, что ты платишь на выходе. То есть ты все набираешь-набираешь. Ну, естественно, это сделано, чтобы ты бы больше набрал. Но, тем не менее, здесь, правда, очень вкусная еда. И, ну, такая. Недорогая, недешевая. Вот, например, меню. А, кстати, один из этих ресторанов находится прямо вот как раз недалеко от Шон-Зе-Лизе. От Елисейских полей. Вон Елисейские поля. И буквально мы здесь. Давайте посмотрим цены на пасту. Ну, понятное дело, с морепродуктами, конечно, уже выше цены. Цены, так-так-так, цены на пиццу. Ну, в принципе, стандартные. Конечно, по сравнению с итальянскими это дорого. По парижским ценам это вполне обычные. Вот так. В итоге мы взяли вот такую вот пиццу кальзон. И я взяла вот такой вот салат с коричневым рисом, с креветками и с редиской. Вон аппетит. А детская пицца здесь в форме вот такого вот зайчика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот прям здесь готовят. Очереди, конечно, большие. Ну, что, прошло буквально меньше недели. И меня просто позвали сюда же в Монопри, где мы с вами расстались буквально секунды назад. Здесь сегодня запуск коллекции Лагерфельда и Лореаль. Здесь меня слышно за музыкой. Так вот, здесь в Монопри будет как раз эксклюзивная продажа, мировая эксклюзивная продажа этих продуктов. Поэтому если вы вдруг в Париже, то заглядывайте. Давайте посмотрим, что здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще скажите мне, вам интересны такие штуки или нет? Потому что, да, действительно, раньше я на них часто ходила, сейчас только поменьше. Но, в общем, да, может быть, вам будут интересны всякие вот такие новиночки, презентации, какие-то новости. Я о них редко рассказываю, но, в общем, да, мне самой интересно, поэтому я о них рассказываю. Все, пора уходить. Я взяла с собой помадку. Мне понравился цвет. Это не эта помада, но цвет очень похожий. Сейчас покажу на руке. Вот он. В общем, хорошее завершение рабочего вечера. Сегодня на самом деле с царьи... Нет, четверг. Сегодня четверг. Вот, поэтому очень приятно так завершать вечер, конечно. А я надеюсь, что вам понравился этот влог. Я опять на Елисейских полях, естественно. Тут не прибавилось мусора, хотя, ну, немного, вот видите, да? Немного все-таки валяется. Ну, в общем, когда бы вы меня не смотрели, я вам желаю хорошего утра, дня или вечера. И всем пока. До встречи в новых видео. Целую.